Чулпан Хаматова получила вид на жительство в Латвии и собирается построить там дом. Чулпан Хаматова она же Чулпан Наил Кызы Хаматова, дата рождения 1 октября 1975 года, возраст 45 лет место рождения Казань. Чулпан Хаматова подтвердила, что получила вид на жительство в Латвии. Чулпан Хаматова купила землю под Цисисом и собирается построить там дом. Чулпан Хаматова заявила, в Риге у меня всегда были друзья, а теперь их еще больше, и не только в Риге, но и в Юрмале, в Цисисе. Многие талантливые люди вынуждены были туда выехать, не имея возможности в России элементарно расти в собственной профессии или как-то в ней состояться, в том числе. И поэтому я приезжаю в Ригу с такой искренней любовью и теплотой. Давайте теперь посмотрим на ИП. Хаматова Чулпан Наилевна. Как Чулпан Хаматова она же Чулпан Наил Кызы Хаматова, не смогла состояться в России и на те деньги, которые официально она так сказать заработала, только за то, что выходила периодически на сцену. Газзакупки. В роли поставщика. Государственный театр наций. 9 контрактов. На более 10 миллионов рублей. ГБУК Москвы МДТ имени Гоголя. 4 контракта. На более 1 миллиона рублей. Ссылки на источники информации и на полные материалы ниже в описании к видео. Есть там и другая информация. А теперь посмотрим на то, что есть такое государственный театр наций. Из названия государственный театр понятно, что государственный. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры государственный театр наций. Сама Хаматова недавно выступила в роли Раисы Горбачевой, в весьма сомнительного качества спектакля Горбачев. Видимо эта роль ее очень обогатила в каком смысле я комментировать не буду. Однако замечу, что спектакль этот рассчитан явно на зарубежную публику. Чул Панхаматова является одним из учредителей фонда Подари Жизнь. Подари Жизнь российский негосударственный благотворительный фонд. И вот ее потянуло за границу. А на какие деньги интересно было бы узнать. Объекты недвижимости в той местности оцениваются о 300 тысяч евро минимум. А максимум уже зависит от фантазии и пожеланий покупателя. Подари Жизнь российский негосударственный благотворительный фонд, созданный с целью помощи детям с онкологическими и иными тяжелыми заболеваниями. Учредителями фонда являются актрисы Чул Панхаматова и некто Дина Корзун. Она же Дина Корзун Франк. Помимо этих персон там есть еще куча различных должностных лиц. Дина Корзун кстати постоянно работает за границей. По неофициальной информации там же и проживает. По крайней мере регулярно находится за рубежом. Примечательно Дина Корзун снялась в роли эмигрантки из России в фильме «Последнее пристанище». Картина получила европейское признание и престижные призы. Дина Корзун тоже была осыпана наградами фестивалей в Лондоне, Братиславе и Хихане. Но этот фильм о судьбе эмигрантки из России на родине в России так и не показали. Режиссером фильма «Последнее пристанище» является Павел Павликовский-поляк с двойным гражданством Польши и Великобритании. А фильм снят компанией BBC. Дина Корзун заявила, что мечтала сыграть галерею ярких и мощных образов. Но таких ролей в России ей не предлагали. Зато за рубежом карьера Дины Корзун развивается успешно. Муж Дины Корзун, она же Дина Корзун Франк Луи Франк из Швейцарии. Кто может поручиться за те миллионы из фонда Хаматовой Корзун Франк, а если она снимет кассу и скажет «я теперь тут живу в Латвии» и фонд отныне латвийский. Ведь фонд не государственный, нечто вроде частной лавочки. Я не собираюсь здесь развивать конспирологические версии, но скажу, что меня всегда настораживали так называемые благотворительные организации. Я не знаю будут ли в связи с информацией о получении Чул Панхаматовой вида на жительство в Латвии, проверять деятельность фонда, но история крайне неприятная. Вы можете подписаться на канал Уксус Влог для быстрого доступа к новым видео. А на данный момент это все.